Однажды, спустя много лет, после противостояния Дракулы и Ван Хельсинга, к берегам аббатства Уитби в Англии снова прибило парусник. На борту не было ни одной живой души, сам корабль был залит кровью, а одна из кают была заставлена ящиками с землей. Поняв, что Дракула снова вернулся в Англию, жители Уитби срочно обратились за помощью к охотнику на вампиров профессору Ван Хельсингу. Именно здесь и сейчас произойдет их финальное противостояние. Сможет ли Ван Хельсинг победить Дракулу до того, как все жители Уитби превратятся в вампиров? Давайте узнаем об этом в игре Дракула против Ван Хельсинга. Дракула против Ван Хельсинга Дракула против Ван Хельсинга – это чисто дуэльная игра. Один из игроков играет за Дракулу, другой – за его заклятого врага профессора Ван Хельсинга. Игроки садятся друг напротив друга. В центре игрового стола размещается игровое поле, на котором местный городок разбит на пять районов. Каждый район размещается по четыре жетона жителей. Эти жетоны двусторонние. Они начинают игру на зеленой стороне, но если в процессе игры Дракуле удастся превратить этих жителей в вампиров, они перевернутся на красную сторону. Рядом с полем размещается планшет с изображением монастыря, а на его четыре отметки в случайном порядке кладутся жетоны четырех цветов, один из которых становится козырем, а остальные сверху вниз располагаются в порядке убывания старшинства. Набор из 32 игровых карт перемешивается, кладется лицевой стороной вниз, рядом с полем, а затем каждый игрок начинает по одной брать себе карты сверху из топки и размещать их на специальную деревянную подставку, до тех пор, пока этих карт не будет у каждого игрока ровно по пять штук. Расположение этих карт на подставке важно, и его нельзя менять, поскольку каждая из этих карт относится к соответствующему району города. Дракула в свое распоряжение получает 12 жетонов жизни, и он проиграет в том случае, если его соперник сможет все эти жетоны у него забрать. Сам Дракула выигрывает в том случае, если сможет превратить четырех жителей любого из районов города в вампиров, или продержится пять раундов игры, сохранив при этом хотя бы один жетон жизни. Раунды в игре мы с вами будем отслеживать с помощью вот такого жетончика фишки корабля. На этом подготовка к игре заканчивается, и мы с вами готовы играть в игру Дракула против Ван Хельсинга. Ходы в игре очень простые. Начиная с Дракулы и по очереди, игроки сначала берут одну карту из колоды, а затем либо разыгрывают ее свойства, либо заменяют эту карту на карту, находящуюся на его подставке, и разыгрывают свойства той карты, которую заменили. Разыгранная карта отправляется в сброс, и когда в сбросе накапливается шесть карт, начиная с этого момента, в начале своего хода любой игрок, вместо того, чтобы взять новую карту из колоды, может объявить об окончании раунда. После этого его соперник имеет право сделать еще один ход, и на этом раунд заканчивается. Еще раунд может закончиться автоматически, если заканчивается колода, или если игрок разыгрывает свойства карты номер восемь. Сейчас кажется логичным рассказать вам про свойства карт, но для того, чтобы вы понимали, зачем эти свойства нужны, давайте сначала посмотрим, что происходит в конце раунда. А происходит следующее. Игроки открывают пары карт, находящиеся друг напротив друга, то есть карты, относящиеся к одному и тому же району города. Значения чисел на этих картах, двух картах сравниваются, и тот, у кого значение оказалось больше, тот и выигрывает в этой паре. Если выигрывает Дракула, он переворачивает в этом районе одного любого жителя на красную сторону. И немедленно выигрывает в этой игре, если все четыре жителя оказались красными, то есть стали вампирами. Если же в паре выигрывает Ван Хельсинг, то он отнимает у Дракулы одну жизнь. После этого игроки переходят к следующей паре карт, к следующему району города, и так проверяются все пять пар карт. Козырь бьет любую карту, если только противоположная карта сама не является козырем. Ну, а если значения на картах одинаковые, как, например, было бы вот в этом случае, то проверяется старшинство цвета. Здесь фиолетовый старше, чем красный, соответственно, вот эта карта выиграла бы вот у этой. Вот теперь про свойства. Вы уже, наверное, успели догадаться, что чем старше карта, тем свойства у нее круче и выгоднее, так и есть. Единица, например, наоборот, играет как будто бы против вас, она заставляет вас открыть одну из своих карт. И вот если вы разыгрываете единицу, отправляете ее в сброс, то вы обязаны открыть одну из своих карт. Поэтому между полем и вашей подставкой должно оставаться небольшое свободное место, потому что открытые карты выкладываются вот так и остаются на своем месте, напротив того же района, где и находились до того, как их открыли. Двойка открывает верхнюю карту в колоде. И это круто, потому что теперь ваш соперник будет вынужден либо разыграть свойства этой карты, либо заберет эту карту себе, но вы будете знать значение этой карты и где она находится. Тройка позволяет вам открыть любую карту соперника. Вы просто открываете ее и кладете в открытую. Четверка позволяет поменять местами две карты у себя. Ну, например, вот таким образом. Пятерку можно разыграть в тот момент, когда соперник объявил об окончании раунда. Помните, я говорил, что когда в сбросе накапливаются шесть карт, начиная с этого момента, в начале своего хода любой игрок может объявить об окончании раунда. После этого у соперника есть право сделать еще один ход, и на этом раунд заканчивается. Так вот, если соперник говорит, что раунд заканчивается, а вы разыгрываете пятерку, то игра продолжается, а соперник вынужден открыть еще одну карту и разыграть ее. С помощью шестерки вы можете поменять одну свою карту на карту соперника. Ну, например, вот так. Семерка. Она меняет козырь на любой другой цвет. То есть, если мне выгодно, чтобы красные были козырем, я просто беру и делаю его козырем, а то, что было козырем, занимает ее место. Разыграв восьмерку, вы немедленно заканчиваете раунд. И сразу же приступаете к сравниванию карт, не давая сопернику шанса что-то поменять, сделать еще одну ход и так далее. В начале нового раунда все карты перемешиваются, раздаются снова, жетоны цветов остаются на своих местах. Так продолжается до тех пор, пока либо Ван Хильсинг не отнимет все жетоны здоровья у Дракулы, либо Дракула не превратит четырех жителей одного района города в вампиров. Ну, либо не продержится до конца пятого раунда, при этом хотя бы один жетон здоровья у него должен остаться. Это одна из тех небольших умных тактических дуэлей, для победы в которой нужно много ума и немного удачи. Я лично получил массу положительных эмоций от игры. Она простая в объяснении, всего восемь свойств карты, и эти свойства логичны и понятны. Происходящее очень тематично. Борьба за жителей маленького городка, игра в кошки-мышки, борьба умов. Игру называют асимметричной, но по большому счету асимметричными являются только условия победы. С одной стороны, Дракуле достаточно четыре раза победить в одном и том же районе, но с другой стороны, если он будет концентрироваться на этом и проигрывать все остальные районы в каждом раунде, то будет терять по четыре жизни и через три раунда проиграет. Все это добавляет новый интересный стратегический уровень игры, но ничуть ее не усложняет. Вообще у игры очень комфортный семейный уровень сложности. Оформление и продакшн на высоте. Деревянные подставки, картонные карточки, удобный органайзер прямо в коробке. Бразильского художника Сантьяго Веберсона я узнал еще по обложке коробки. Вы тоже можете его знать по таким играм, как Красная Таверна, Авалон или мой любимый Фуджи. Его мрачные характерные персонажи очень подходят для этой игры и создают в ней почти книжную атмосферу. Да, порой кажется, что в некоторых партиях победить вам или вашему противнику удается во многом благодаря удачно выходившим картам, но в целом игру это не портит. Тем более, что партии длятся недолго, на коробке написано 30 минут и это в целом соответствует действительности. Так что ничто не помешает вам сыграть 2, 3, 4 партии за вечер и попробовать себя как в роли Дракулы, так и в роли Ван Хельсинга. А на этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий и канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всего вам хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!